Ни для кого не секрет, что алюминий очень популярный материал. И это неудивительно. Он обладает довольно высокими характеристиками. И теплопроводность на высоком уровне, и обрабатывается очень легко. Но есть один серьезный минус, который присущ абсолютно любой марке алюминия. Любая марка алюминия очень быстро окисляется, практически мгновенно. И в результате именно этой самой оксидной пленки алюминий очень плохо взаимодействует с красками, лаками и тому подобными материалами. Но есть выход, о котором я сегодня вам и поведаю. Мало кто знает, что на рынке лакокрасочных материалов существуют специальные так называемые усилители адгезии. С помощью которых можно качественно покрывать лаком и красками, алюминий и практически все виды пластика. В моем случае производитель указывает, что это специальный грунт для пластмасс. Однако, опять же, этот же самый производитель указывает, что данное вещество отлично подходит для предварительного покрытия алюминия, его сплавов, стали и нержавейки. Нанесение абсолютно любого покрытия начинается с тщательного обезжиривания поверхности. Одну из деталей я обезжирю и покрою этим самым грунтом, а вторую отполирую в зеркало и, опять же, покрою грунтом для сравнения. Следует отметить, что перед употреблением баллон стоит обязательно тщательно встряхнуть на протяжении двух минут. Для того, чтобы растворитель, который в нем содержится и само вещество, тщательно размешались. Второй элемент, как я указывал ранее, я заполирую. Для этого прохожусь наждачной бумагой разного диаметра. Диаметра, господи. Для начала шестисотый диаметр, затем восьмисотый, тысячный и двухтысячный. Финишную полировку произведу с помощью непонятно почему называемой пасты ГОИ. Ну, я имею ввиду паста. Это камень ГОИ. И мягкой ткани. До полного исчезновения рисок я не полировал, поскольку это для эксперимента. Такого результата вполне достаточно. Тщательно обезжириваю бензином и также покрываю прозрачной грунтовкой, о которой сегодня идет речь. Сохнет покрытие очень быстро и буквально минут через семь можно производить нанесение окончательного материала. Грунтовочный слой получается очень прочным. Издереть его, соскрепсти или еще как-либо удалить с поверхности крайне проблематично. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что данная грунтовка, данный усилитель адгезии, обладает отличной прозрачностью. Что позволяет использовать ее для покрытия полированных элементов и деталей. Финишным покрытием может быть краска или лак. Благодаря грунтовке поверхность получается идеально ровной, чистой и приятной на ощупь. И самое главное, очень крепкой. Один мой знакомый, благодаря данному средству, покрасил диски в своем автомобиле. Второй, а может уже и третий год, данные диски смотрятся как новые. В общем, рекомендую. Это не реклама конкретно данного средства. Их очень много. Главное, помните о названии. Одни называют усилитель адгезии, другие прозрачная грунтовка. Но штука очень полезная. Всего хорошего. Жму руку на пасаран. Пока.